Какой пакет купил? 200 рублей это стоило тогда. 200 тысяч рублей, друзья. Небольшая вопрос. Просто у нас тут молодежный сленг. Я вот знаю, например, одного предпринимателя. Он носит на шее жабу, который создал компанию «Натурс Сиберик». Да, знаю, точно. Я смотрел, смотрел тренюн. Сколько у тебя прибыль? Чистый будет 1500-600. Если вы преисполнены желанием и энергией открыть свое дело в сфере онлайн-образования, то вы на верном пути. С вами снова мы. Я Федор Спиридонов. Я Илья Терновой. И у нас предприниматель новой волны. Это человек, который в 26 лет открыл свою онлайн-школу и с 14 лет изучает психологию. Как это совмещено, вы узнаете в нашем выпуске. Сегодня с нами Егор Никонов. Просто сумасшедшо заряженный человек с большими амбициями. Смотрите этот выпуск до конца. Для себя узнаете много нового. Будет круто. Егор, привет. Привет, ребят. Мой стандартный вопрос. Давай на «ты». Но мы уже как бы из-за кадров перешли на «ты». Поэтому разговор получится классным. Супер. Френдли. 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 Просто выпил очень много кофе. Обратный эффект. Слушай, нам на самом деле интересно формат твоей жизни до того, как ты познакомился с акселератором. Чем ты занимался? Что делал? Тебе не много лет? Тебе 26 лет? Мне 26 лет, да. Я в 23 года начал заниматься предпринимательством. И после краткого обучения у ребят я открыл интернет-магазин по продаже детских умных часов. Это был такой... У каких ребят? Леня Малолетов и Миша Син. Это делает деньги компания. Значит, открыл магазин с детскими товарами и с часами в частности. В какой-то момент все шло, шло, шло. Потом мне перестало это быть интересным, потому что прямо это не мое. Максимально не мое. Я залез в долги, что-то у меня там все полетело, было не так. Затем я занимался у приятеля в компании project management многих разных проектов, связанных с мультимедийным оборудованием. Это голография, виртуальная реальность, всякие визуальные штуки. Круче, реклама, outdoor. Мне это все тоже надоело. Я понимаю, что не мое, я занимаюсь не тем. И тут я попадаю на трансформацию вторую, по-моему. И там вот ребята были, как раз таки, Дима Юрченко, да, и Сергей Капустин. Я послушал кейс ребят, которые были на сцене. Я послушал самих Дима и Сергея. Они настолько убедительно говорили об онлайн-образовании, да и как-то совпытал это с моими ценностями. То есть мне нравилось всегда чему-то обучать людей, доносить до людей ту полезную информацию, которая действительно может повлиять позитивно на их жизнь. Я такой, о, класс, хочу всем заниматься. Просто небольшой пара входа, потому что вокруг, ну, я именно в бизнес-нишу, вокруг у меня огромное количество экспертов. Я такой, да, это то, что нужно. Поехали. Если вас заинтересовала индустрия онлайн-школ, чтобы продавать свои знания и знания своего эксперта, и вы хотите узнать, как это сделать, получите пошаговый план и список актуальных ниш в этом году. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс «Как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта». Ссылка в описании под этим видео. Кликайте, переходите, регистрируйтесь. Сколько ты грелся до того, чтобы реально заплатить деньги и пройти обучение на акселераде? О чем думаешь? Я выбирал между нишами. То есть, смотри, я занимался мультимедийным бордованием. Я прям хотел уже открывать свою компанию, потому что действительно очень большие чеки. Плюс я там уже проработал, у меня есть какие-то наработки, связи, крупные клиенты. Я долго оценивал все плюсы и минусы, гонял в голове, советовался с друзьями. 1 апреля 2017 года я начал обучаться в баксе. Какой пакет купил? Купе. Вроде купе был минимальный. Сколько денег? Да, 200 рублей стоило тогда. 200 тысяч рублей, друзья. Небольшие вопросы. Просто у нас тут молодежный сленд. Смотри, с точки зрения того, как ты обучился, не жалко потраченных денег? Вообще нисколько. Ты знаешь, я когда увидел как приглашенного эксперта Тимура Тажетинова и 9-часовой мастер-классник по построению структуры вебинара правильного продающего. Он на меня с ним подписался. А я с ним обидал не так давно. Ну, ты круче. Я подумал, что вау, вот эти знания, это уже на 200, на 200 тысяч, что я заплатил. А что будет дальше? В общем, однозначно не жалко. И это самая, наверное, моя лучшая инвестиция в себя. Я много в себя отдавал, там, на обучение разные, на курсы, тренинги, психотерапевты и так далее. Это была самая лучшая инвестиция по Роме, скажем так, по взрату инвестиций. Как скоро, с момента того, как ты оплатил обучение, начал учиться, ты открыл свой какой-то первый проект? Короче, я сначала запускался с одной девочкой, она девочка Ягиня, я с ней не буду говорить имен, Ягиня. Ягиня, это слово Ягиня. А слово Йог. А, Йогиня. Тем не менее, я тоже не услышал и подумал, княгиня, я думаю. Я тоже недавно об этом узнал, что есть такая вот балийская Ягиня, это отдельная каста экспертов. Мы с ней примерно два месяца готовились к запуску, там прям все перелопатили, я все по схеме акселя, все там долблю, долблю, долблю. И тут она за пять дней до запуска сливается, она просто не поднимает трубки, не отвечает на сообщение, на наши общие друзья не знаю где, она ей такой, типа, охренеть, что делать. Ну где, ну, в Нирване. Я об этом не подумал, если бы раньше я бы и нашел. Деньги уже потрачены, там, на сайт, на дизайн, на рекламную кампанию, бюджет. Плюс я уже не работаю, я трачу деньги, которые у меня там был какой-то некий бюджет. Она сливается, я нахожу второго эксперта, три месяца мы с ней работаем, так и не запустились. Как она мне объясняла, типа, я от нее слишком много требую, а я, знаешь, я как проджект, я прям вот, ну, я не славлюсь с человека. Ну, правильно. А я, видимо, был очень жесток в этом направлении, поэтому не было никакое отторжение, да, негатив. Не то, что мы очень хорошо общаемся и до сих пор, мы хоть мы не работаем, но был какой-то негатив. Четыре месяца работал, ничего не заработал абсолютно, только потратил кучу денег, и, ну, я был на каком-то отчаянии небольшом. Потом меня свела судьба с компанией Таленси, это онлайн-университет для женщин, я там поработал в качестве продюсера, но довольно-таки над многими проектами, и весьма успешно, я хочу сказать. Поэтому первый проект я запустил в сентябре, если с апреля я учился, я готов был запускаться в июне, потом был готов запускаться в сентябре, ничего не вышло, и я быстренько за две недели там переупаковал. Но это не состыковка с экспертами, получается? Да, 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 да. То есть не обязательно иметь дело с людьми, которые находятся где-то там высоко, вне материи. Возможно, могли бы сработаться, но я изначально себя, наверное, неправильно поставил. Вот, такая шаг была. Отвечаем на этот вопрос спустя четыре месяца. Развернутый ответ, и очень интересно, ну, как бы это твоя история, такого еще у нас не было. Так а запустил-то по какой сфере? Курс, который я запустил хорошо, прям полностью с нуля, это как создать свой бренд одежды успешной. Мы потратили что-то, ну, до 100 тысяч рублей, заработали миллион триста с первого запуска. Если вас интересуют онлайн-школы, но много вопросов и сомнений, у акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. Там была проведена большая работа, действительно, очень крутой. Я, правда, делал офигенный анализ, если выходит в Тории, мы там строили офигенные воронки, карты, мерзжение мэп, у меня просто был идеальный. И опросы, 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 офигенные презентации. Не капли, не капельки продажи ни на одном вебинаре, просто презентация продукта. Люди любят, когда им продают. Мы делали... Любят или не любят? Не любят, когда им продают. Ну, это очевидно. Купите, купите, купите. Мы просто грамотно нашли более. К каждому из портретов селевого аудитории на них нажали, люди открылись, и мы просто презентовали им продукт. Не любят, когда навязывают. Да, не любят, когда навязывают. Правильно. Люди сами хотят купить, они сами понимают уже, что им нужно, действительно, это глупо очень считать, что... Нужно угадать просто. Нужно правильно презентовать. Вот и все. А секрет создания как раз идеального вот такого вот продукта, правильно преподнесения, презентации? Если мы говорим о дорогих продуктах, это а-ля с чеком в среднем выше 15 тысяч рублей, нам необходимо как минимум 5-6 касаний с клиентом, для того, чтобы он влюбился в эксперта. Не влюбился, а проявил к нему симпатию, потому что мы живем в продаже human-to-human, H2H, не B2B, не B2C. Люди покупают у людей. Получается, мы строим от 3 дней до 5 дней марафона, либо же какого-то 3-дневного вебинара. А до этого у нас офигенная разогревающая рассылка либо через чат-бот, либо через e-mail. Но, само собой, через чат-бот это более эффективно, ибо открываемость письма, она гораздо выше. Я всегда стараюсь переводить клиентов, конечно, потенциальных клиентов на Инстаграм или блог нашего эксперта, потому что в том случае, если он ему реально нравится, заходит контент, человек в любом окном уже придет на вебинар. Из 3 ключевых элемента для успешного запуска курса это грамотное состояние Customer Journey Map, где мы, как касаемся с клиентом, потом составление целевой аудитории аватаров, я на них трачу примерно часов 16-20. Нет, аватар это как рисуется? То есть это аватар? Да, это аватар клиентов. Ну, в первую очередь, ты проводишь анализы клиентов. Если очень классно, когда у эксперта есть своя аудитория уже, где бы то ни было, пусть это будет Facebook, там, или же Instagram, или ВК, где-нибудь, где можно посмотреть профили людей из соцсетей. Все в том, что у меня очень большое окружение, ну, в смысле, разношортно, так сказать, и я беру один портрет аватара из своей жизни, то есть я понимаю, что этому человеку было бы действительно интересно, это могло принять ему пользу. Мы с ним общаемся, я его интервьюирую, максимально задаю количество вопросов для того, чтобы у себя в голове какой-то уже портрет сложился. Второе, я опрашиваю своего эксперта, как он видит идеальную целевую аудиторию. Тоже закидываем. Потом я уже иду по соцсетям, как раз мы заходим в ВК, в группу конкурента, и просмотрим профили, чем человек занимается, чем он увлекается, какие у него предпочтения в потреблении контента. Я стараюсь максимально понять, сколько времени там проводят в соцсети. Какие соцсети больше всего стреляют? Смотри, какая ниша. Например, если взять вашу нишу, кто-то не только что рассказывал про гастрономическую, это однозначно Инстаграм. Ну, Фейсбук соу-соу у нас стреляет. Фейсбук соу-соу, ну, а какой человек, там, 3000, ты говорил, да? Ну, это... Это был пробный хвост на коленке, который мы сделали, и... Ну, как же буквально? Ну, так вот сделаем. Инстаграм, Ютуб сто пудово зайдут, ну, плюс какие-то еще приложения от Фейсбука, ну, знаете... Ютуб точно снимает какие-то там, например... Сними обычную рекламу для ниш, где зарабатываются деньги. Вот, как я говорил, там, когда ты учишь, где зарабатывать. Это 100% Фейсбук, 100% Фейсбук. И если мы говорим, например, про женскую аудиторию, то это еще и в ВК. Очень важно проводить, ну, помимо таргетинга, делать посевы, наверное, в группах, потому что там реклама очень дешевая. Она вряд ли эффективная в плане того, что с нее тебе конкретно не придет человек и не купит. Но если ты сделаешь, там, условно, посевы в 5-6 группах на протяжении 3-4 дней, ты будешь настолько замазорить глаза, что человек, наверное, в планете придет. Делись с людьми на психотипы и... И, исходя из этого, предлагайте им конкретное персонализированное предложение. Вот, это, наверное, весь секрет. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. И мы постараемся ответить на все ваши вопросы в следующих интервью. Три ключевых элемента. Если мы их делаем офигенными, то успешный запуск обеспечен. То есть, как минимум, там, x3 можно заработать. 1 рубль вложил, 3 заработал. В первый день, если мы делаем 3-дневник или 5-дневник, мы вообще ничего не продаем. Мы даем максимальное количество полезного контента. Вступление, там, 5-10 минут максимум. Очень долго уже все прижилось. Люди ходят по этим вебинарам. То есть, я сам могу зарегаться на 5 вебинаров на один и тот же день, абсолютно про них забыть. Потом еще что-нибудь для себя вынести. Минут 45-час у нас просто плотником идет огненный контент. Действительно огненный. Мы опрашиваем целевую аудиторию перед этим, что бы они хотели слышать. Через Wordstat я ищу запросы, которые большинство задает людей. То есть, это большая работа. На основе этого мы удерживаем аудиторию именно контентом. То есть, спикер может быть даже не суперпрофессиональный, но если контент классный, то люди будут слышать, потому что это им нужно. Потом идет у нас второй день, если мы говорим про трехдневник. На втором дне мы щупаем боли, рисуем картинку мечты и презентуем продукт. Презентуем его мягко, ненавязчиво. Шаблоны всех одинаковые, а вот упаковку всех разная. Дело в том, что я с 14 лет увлекаюсь очень психологией. У меня мама психолог в образовании. И это пригождается для того, чтобы подобрать точечные слова, которые повернут покупательское сердце, откроют ключ к нему, и человек заплатит деньги. На втором дне мы устраиваем сессию «Вопрос-ответ». Люди с удовольствием в онлайне задают вопросы, эксперт отвечает. И люди приходят на третий вебинар. На третий вебинар мы продажу ставим в середину. Презентация продукта 10-минутная, прям 10-минутная. И опять контент. Делай как-то от души во благо, помоги людям. И тебе как-то все само заказа крутится и вернется. Люди чувствуют искренность. Да, люди чувствуют искренность. Поэтому очень важно, чтобы эксперт был искренен. Мы все взрослые, мы все понимаем, когда на тебе хотят навариться, именно так вот брыши там срубить. И ты это понимаешь. А когда хотят, ну, просто там поделиться, искренний подход, и чувствуешь, когда человек горится идеей делаем, да? Сам себя нашел, ты чувствуешь, ой, это вот прям человек в гармонии с собой. Наверное, хочется быть похожим, да? Все верно, да. Очень здорово. Слушай, ну и как тебе сейчас вот в этой ниши, в этой теме? Ты начал больше разбираться? Я разбираюсь всегда до момента, как мы начинаем работать с экспертом. Я вот там недельку-две лажу по сайтам, по форумам, вычитываю информацию по этому рынку. Там по часу, по два в день, чтобы не пересекаться с другими проектами, потому что я там параллельно могу вести еще несколько проектов. У меня есть, потому что мы сейчас с партнером делаем продюсерский центр, где мы краски отбираем либо экспертов, либо берем предпринимателей, делаем онлайн-школы под ключ. Ну, либо же отдельные услуги по запуску проекта. Там создание продающей презентации, анализ рынка, там, проявление целевых этих, аватара в целевых аудитории. Целевую аудиторию. Я не могу сказать, что я суперэксперт во всех нишах. Я маркетолог в большей степени, я упаковываю это хорошо, зарабатываю деньги всем людям, конечному клиенту, себе. Как ты считаешь, каждый человек может стать предпринимателем? Я считаю, что может стать каждый, но не у каждого к этому лежит. То есть некоторые люди не хотят принимать решения постоянно, некоторые люди не хотят рисковать кому-то. Бояться обратной соответственности. Да, некоторым это даже и не нужно. Есть люди, которые официально пришли сюда с им к каким-то предназначением в этот мир, и им не нужно менять мир, им нужно его, например, познавать кому-то. Кому-то нужно учить других людей. И это норма. И если ты будешь делать свое дело офигенно, как ты описал Роми Шарма, там, лидер без титула офигенных книжек, кстати, почитайте, пожалуйста. Ты прям сразу поддержал нашу рубрику, рекомендации. Я кучу книг рекомендую. Если ты будешь делать любое дело с любовью и с полной отдачей, тогда же горничной, ты станешь лучшей горничной в мире и будешь зарабатывать безусловные деньги. Сколько, скажи, пожалуйста, сколько у тебя сейчас проектов? Три. Три проекта? Три проекта я веду лично. Буду сейчас ребятам передавать другим продюсерам проекты, которые тоже... Ну, то есть делегировать. Да, да, да. Очень страшно делегировать, потому что... Качество теряется? Сто процентов. Почему у меня получается это хорошо? Запускать проекты. Жизненный опыт, любовь к маркетингу и знание психологии. По психологии тогда пройдемся. Что, в первую очередь, ты применяешь из этой области знаний для того, чтобы анализировать как-то... Да, да, да. Даже не топ-3, а вот топ-1, наверное, запомните. Психотипирование. Мы все знаем, что люди делятся на 16 психотипов. По-разному воспринимают информацию. Абсолютно. То есть я скажу тебе там слово собака. Какая у тебя собака в голове? Либо злая, либо какая-то... Либо какая-то порода вообще. То есть у нас разные картинки возникнут и потопление одного этого же слова. Пускай 6 психотипов, аватаров, 8 или... Ну, на самом деле, 6 психотипов более чем, чтобы заработать денег. Ты четко понимаешь, что им нужно сказать. Вот. Что им нужно показать, какую рекламу и так далее и тому подобное. Какое письмо до них должно дойти. То есть максимально персонализировать, наверное, неопределенно. Предложение. Да, предложение. Какая из трех ниш сколько у тебя прибыль? Любимые вопросы, любимые вопросы. Прибыль с ниши? С трех ниш. С одного проекта у меня процент. С одного проекта я делаю под ключ зафиксу, а третий мне сейчас заплатят на днях. Так что я пока не могу сказать, сколько там будет самоточных. Но вот с двух проектов получается типа 450 тысяч сейчас падает. И третий, я думаю, чистый будет 1500-600. Расскажи, пожалуйста, какие ниши, на твой взгляд, сейчас наиболее перспективные? Сто процентов это твердая ниша по заработку денег в России. Потом семья и отношения это очень горячая ниша, прям спрос огроменный. Я встречаюсь с ребятами из акселератора. Вот недавно мы тоже встречались. У парня была ниша по отравлению позвоночника. Люди становятся более осознанными, начинают следить за собой, за мыслями, за здоровьем, за внешним видом. Это, во-первых, и приятно, во-вторых, это прибыльно. И, наверное, личностный рост. Я просто по себе сижу, я очень много денег вкладываю в личностный рост. Слушай, эзотерика тоже заходит. Опять же, главное найти свою аудиторию. Есть множество людей, эзотеричных, у кого куча денег. Ну, я узнаю, например, одного предпринимателя, он носит на шее жабу. Жабу. Чувак, который создал компанию «Натура Сиберика», знаешь? Да, знаю, точно. Я вспомнил, я смотрел с ним интервью. Главное, верить в то, во что тебе удобно верить в данный момент. Потому что, по факту, как говорил Аяз Шабудина, вера – это проекция твоей жизни. То есть, если ты веришь, что, не знаю, все возможно, деньги легко заработать, возможности есть везде, то так оно и будет. Ну, даже не эзотерика, это психология элементарная. Просто настройка, да. Да, да, да. Ну, точно, не будем заглубляться, но у любой стороны две медали. Кто-то может говорить, что это эзотерик, кто-то говорит, что это психология – точная наука. Друзья, если вы посмотрели вот именно до этого момента интервью, то делайте онлайн-школы вот в этих нишах. Да, вы не прогадаете. Вы не прогадаете, точно. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. И мы постараемся ответить на все ваши вопросы в следующих интервью. Слушай, а ты изучал европейский или американский рынок онлайн-образования? Американский, в самом начальном этапе, когда вот только-только изучал вопрос в целом онлайн-образования. Есть ли ниши, которые можно, так скажем, уже… Они же все равно впереди, да, тут говорить об этом не стоит даже. Есть ли ниши, которые можно, например, подсмотреть, выцепить прям и засадить так, что она здесь разрастется очень успешно? Здесь гораздо больше было новичков, которые стрельнули, меня удивили. Вот это именно ниши с грибами и вешенками. Я до сих пор просто поражаюсь. Ребята, если вы смотрите, вам огромный привет и мое восхищение, честно. Просто они в Америке бы не зашли, понимаешь? Да, да, да. Видимо, очень многое зависит от менталитета. В Америке, например, ниша с фитнесом, туда люди до сих пор заходят и до сих пор зарабатывают там, насколько я знаю, там практически нету убыточных ниш по фитнесу. Если, не знаю, вы заметили или не заметили, сейчас очень много онлайн-курсов, которые не особо качественные. Сейчас люди выдают себя за экспертов, не имея экспертизы. Они где-то потом прочитали 5-6 книжек, такие, о, класс, я хочу продавать свою экспертность. Они не имеют. И таким образом очень много потенциальных клиентов, которых мы могли бы привлечь к себе, они говорят, ой, онлайн-школа, ой, инфобиз, инфоцега, не вошел бы. Это так, на самом деле, неприятно. И вот как бы с этим побороться? У вас есть идея? Так, мне кажется, все само отсеется. Потому что человек, создающий псевдо-ценность какую-то, он априори не останется на плаву в этом рынке. Безусловно. Но через него какой-то пласт людей пройдет, довольно-таки большой. Пускай тысячи человек у одного такого горе-эксперта, тысячи у второго. Это вот таким-то набираем 100 тысяч человек, пускай. И они уже смотрят на онлайн-образование как на некое шарлатанство. Мне понравился очень такой кейс у женщины, которая просто она, хотя она и таролог, но она все возможные, опять-таки, касаемо личностного роста, все возможные курсы, которые она прошла, все сертификаты повесила и объясняет, что она и психолог, и медик. И вот такое. Это она направление изучила. И ты волей-неволей, опять-таки, это личная самопрезентация, почему ты там, приветственный ролик, опять-таки, ты уже на сайте разместить. Ты таким образом подтверждаешь своим образом речи, образом мысли, то, что ты эксперт, и ты говоришь, почему, ну, понимаешь, я не могу сказать, что там, человек, это исключение из правил, в 23 стал экспертом. На каких вот он основаниях так утверждает? Если, например, ты там с 17 лет ведешь какую-то деятельность, там, школу закончил, пошел в институт, учился первый курс, тебе не понравилось, ты там, как Максу Беррю, Скорберт, вы поняли. Или какой-то другой представитель бизнеса, ушел и начал вести деятельность, и путем проб и ошибок ты допился какого-то результата, тогда да, ты эксперт. А если ты просто, как ты говоришь, пять книжек прочитал, ты сам себя раскроешь, и ты никогда не предоставишь тех аргументов, тех доказательств, мне нравится твоя мысль, но я немножечко другое имел в виду. Например, даже очень крутой эксперт, он, если не работает с методистом, то не очень высокая вероятность, что он свои знания упакует грамотно в классный курс. С продюсером ты не себе? С продюсером и методистом. А. То есть эксперт может, по его мнению, без опыта работы с учениками, большим опытом работы, он может составить программу так, что она будет не очень эффективна. Ну, про счет, не получит конечного результата какого-то. А если он будет работать с методистом, это очень важный момент, с профессиональным методистом, методологом, те же уроки сделать, но поставить их в то последовательность, поставить какие-то домашние задания правильные, для того, чтобы человек на выходе поимел вот стопроцентный класс. Как ты думаешь, за онлайн-бизнесом будущее вообще в принципе? За онлайн-образованием? За онлайн-образованием как минимум эта ниша лет 5 в тренде еще продержится прямо в тренде. Она еще даже не на пике. То есть есть еще смысл сейчас начать заниматься? Конечно, есть смысл заходить, да, в любой нише. Есть хорошие игроки, есть средние игроки, прям идеальных, я бы не сказал, наверное, такого Skyeng. Ну это английский язык. Да, в нише языков. Вот они прям лидеры-лидеры, и лучше их, ну я не знаю, что можно лучше них сделать пока что. А во всех остальных нишах нет яркого выраженного. Поэтому можно заходить и делать какой-то уникализированный продукт. Каким образом уникализированный? Когда твоя программа может не особо отличаться, но само ядро, по последовательности она поставлена, она может привести к большему результату. Как ты считаешь, в принципе, есть смысл привлекать инвесторов в школу? Если ты что-то хочешь масштабное запустить, и ты понимаешь, что без инвестиций не обойтись, то, наверное, есть. Но я думаю, что может запуститься с 200 тысячами рублей, поснимать все на iPhone, купить самую дешевую камеру за 5 тысяч. Ну, там, не самую дешевую, за 5 тысяч веб купить, там, HD-шную, снять, арендовать студию или там пойти к друзьям в какую-нибудь свершеннабильную квартиру, провести там вебинар, нагнать трафик на 50 тысяч рублей, условно, там, специалистам по таргетингу, по созданию сайтов, дизайнерам, и на презентацию тоже отдать какую-то сумму небольшую. В общем, до 200 можно прям стабильно уложиться. Должен, не кредит. Еще, последний вопрос. Можешь ты нас подружить со своими друзьями в свершеннабильной квартире? А, приезжайте ко мне в гости. Давай сейчас разыграем какую-то полезную полезность для наших зрителей. Вот, у тебя три направления, три школы, да? Пока два, где продюсерить, эти сейчас, мы начинаем. И ты знаешь, я бы хотел, у нас же кто? Аудитория, в основном, это эксперты и... Эксперты, те люди, которые еще не решили, продюсеры, те люди, которые еще не решили, завести свою онлайн-школу. Но вот они вот хотят, они на этапе, они греются, да? У этого услуга это составление маркетинговой стратегии полностью. То есть там составление ТЗ на сайт, например, джаниме, по структуре презентации, все-все-все. Круто. Если так, она у меня стоит 65 тысяч рублей первым трем. А вот, первый человек, который напишет, Егор, хочу маркетинговую стратегию, получают ее за 35 тысяч рублей, я вам гарантирую, что с помощью ее вы на один вложенный рубль минимум 2 заработаете. Прямо минимум. 100 тысяч потратил, 200 заработали. Можно и больше. Отличный, кстати, вот уникальный предложение. Гарантии. С гарантией. Чем гарантируешь? Тем, что человек делает, здесь следует... Следует сюда, да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, потом мы можем с ним еще дальше сработаться, на каких-нибудь условиях, чтобы я так все контролировал, это было чуть ли не под ключ. Но на первоначальном этапе... Да, ну и давай промокод, чтобы он там написал, я у вас увидел там такой промокод. Никонов. Никонов. Все, друзья, в Инстаграм, вот по ссылочке проходите, первые три человека получают маркетинг-план за... 35 тысяч рублей. 35 тысяч рублей. Я сдержировал. Я сейчас объясню, это не только маркетинг-план, это анализ целевой аудитории, это анализ рынка, это анализ конкурентов, это составляение кастом-нерджи-мэп, это помощь в написании программы курса и составление продающей презентации, как минимум структуры и корректировка потом после того, как вы ее составите. Там еще куча всего, на самом деле, я уже не помню файл такой грома. Спасибо тебе большое. Спасибо вам, ребят, было интересно, весело. Очень. Было приятно познакомиться с кем-то моложе тебя. Егор Никонов, который обладает интересным опытом, совершенно открытый человек, видит в предпринимательстве позитивную энергию, позитивный посыл. Ну, он сразу сказал, что он больше, наверное, маркетолог, и из-за этого ему гораздо проще составлять портрет целевой аудитории, разбирать вообще конкурентов. Ну, то есть, весь рынок он анализирует, и это нереально круто. Анализирует настолько досконально, что может с помощью таргетинга просто преподнести человеку то, что действительно ему нужно. С нужными фразами, с нужными словами. Если там человек смотрит сейчас вот это обсуждение, и такой, блин, ну, он такой вот крутой, у него там, например, там мама психолог с 14 лет, там, например, он уже начинал увлекаться психологией, как наукой. Я так не могу, у меня нет таких бонусов в жизни. Ну, здесь расстраиваться, наверное, не стоит. Здесь вот как раз можно обратиться к человеку, у которого есть такая экспертность, да, у вас какая-то другая сильная сторона, да, и в этом и устраивается коммуникация, обмен полезностями. Сейчас эпоха human to human. Вот, да, я запомнил тоже эту фразу, человек помогает человеку. Здесь уже нужно просто найти взаимовыгодные условия, не обязательно там за деньги, опять-таки, если у вас есть какой-то бонус полезный, вот, чем вы можете помочь Егору, я думаю, то, что они всегда смогут договориться, давать человека и обменяться. Ты записывал для себя там какие-то полезные штуки, у тебя невероятный там послуженный список. Да, мне понравилась формулировка покупательское сердце, честно скажу. Покупательское сердце. Да, есть в этом такая нотка лирики, да, то есть уходим от сухости какой-то там, да, терминологии. Покупательское сердце расположить, мне кажется, это важный подход, который он озвучил, быть максимально открытым, полезным, дать много информации и просто в конце презентовать свой продукт, который может еще больше, в общем, угодить человека, который сидит по ту сторону монитора. Это самая верная такая тактика и стратегия в то же время для того, чтобы завоевать свою аудиторию. Просто клевый, позитивный парень, с которым приятно общаться. Да, да. Все, давай. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!